Добрый день, здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить королевский чай, чай из хризантемы. Шестой век, начало, как говорится, приготовления этого чая. Эти цветы содержат очень много бета-каротина, то есть витамина А, и железа, магния. Не буду называть все минералы, которые содержат этот цветок, но этот королевский чай доступен теперь нам тоже. Можно заваривать сухие цветки, которые продаются в аптеках, в магазинах, в чаях, в Китае, во Вьетнаме, в Корее. Обычно их сушат вот такие маленькие бутончики, срывают и сушат, желательно белый или желтый цвет. Я использую бордовый, желтый, белый, любой, который растет у меня на даче. В прошлый раз мы с вами готовили чай из гибискуса. Вы пробовали его? Если не смотрели, посмотрите и приготовьте. Тоже очень-очень полезный чай. Возьмём штук 8 цветков. Цветки ещё полностью не раскрыты, но их можно собирать и заваривать в бутонах тоже. Добавляю сюда пару веточек мяты и заливаю кипятком. Вот чайник скипел и сразу же завариваете, то есть заливаете водой. Должно настаиваться 5 минут. От 3 до 5 минут. В отличие от гибискуса. Чай очень вкусный. Тонизирует. Эти цветки имеют свой нектар. И во время того, как он заваривается, он выпускает свою сладость. Мне очень нравится. Я сторонник чёрного чая, но в этом году я сделала открытие для себя. Спасибо моей дочке, что она меня заставила хоть один раз попробовать это. И из-за этого я хочу поделиться с вами. Не бойтесь, делайте для себя открытие. Это очень вкусно. Кстати, эти цветы можно посадить в горшке дома и постоянно заваривать себе. Так что и покупать вам их не придётся. Ну что ж. Наливаем чай. В чашку дать им ему чуть-чуть остыть. Я поделилась с вами своим опытом. И хочу, чтобы вы тоже сделали первый шаг к таким чаям. Благодаря нему вы очистите свой организм. Кишечник, лёгкий, печень. Открыть статью в гугле и прочитать вам ничего не стоит. Посмотрите, сколько пользы принесёт вам такой чай. Ну и в то же время вы будете радоваться этому цветку, как он цветёт, как он пахнет. У вас появится ещё одна забота. Но в то же время вы будете иметь всегда свежий королевский чай. Так что я вас призываю к тому, чтобы завести такой цветок. Кстати, посадив один раз, вы будете иметь его почти всю жизнь. Ну что ж, пока хочу попрощаться с вами. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, мира. Делитесь этим видео. Пишите свои комментарии. Я буду всегда рада прочесть их. Ответить по мере возможности. Некоторые задаёте вопрос, что я стала меньше выставлять видео. Сейчас лето, уже осень, правда. Я на даче, и поэтому у меня немножко ограниченные возможности, скажем так. Ну а пока, всего вам доброго. Если кто-то хочет постоянно видеть мои видео, можете нажать на красную стрелку. Видео будут находить вас сами. Всего вам доброго. Спасибо, что посмотрели видео. И заходите ко мне ещё. Я вас угощу другим чаем. А пока, пока-пока.